Золотые мои, если бы вы знали, как мне нравятся идеи создания именно этого канала, которому уже целый год, нашему каналу уже год, вы у меня как комсомольцы, я не могу ставить эксперименты на своем основном канале. Ну, не могу, не могу ставить эксперименты на основном канале, подвергать его риску, например, быть просто заблокированным Ютубом, какие-то темы я рискованные подниму, хлоп, а вот здесь можно поднимать рискованные темы, не то, что я не дрожу вами, нет, 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 я дрожу, вы приносите мне деньги, и я, я не просто вами дрожу, и стараюсь делать для вас интересный контент, чтобы вам было интересно. Кстати, провожу опросы, мне интересно ваше мнение. Мне примерно год, год примерно, хотелось попробовать себя в роли шоумена, потому что Малахов, нет, Малахов это крикливый какой-то существо, он не шоумен, шоумен был Владислав Листьев, шоумен, без сомнения, Леонид Якубович. Вот я помню Владислава Листьева, я присматривался там в свое время к Леониду Якубовичу, Дэвид Копперфильд, Дэвид Копперфильд, он больше шоумен, чем фокусник. Вот мне хотелось попробовать себя в роли шоумена и показать какое-то шоу. Я придумал вот это существо, это существо зовут Залубник, его не существует в природе. Я его придумал, я его выдумал, но мы понимаем, о ком идет речь, да? Для того, чтобы как-то развлечь вас и для того, чтобы мне самому утвердиться или оставить эту затею, ну, пока я утверждаюсь, утвердиться с тем, что я просто прирожденный шоумен, я умею показывать шоу, я умею запускать интригу, я умею держать интерес зрителей. Я вам рассказываю, что происходит вот с этим существом в режиме реального времени. Происходит вот что. Этого очкастого, тупого, наглого козла я привязал задними копытами к крюку, и теперь начинаю с ним манипуляцию. Буду сдирать с него шкуру, буду отрезать куски мяса с живого. Жарить шашлык у вас на глазах. Отрежу ему там рога, отпилю, и кому-нибудь подарю их на мушку кида. То есть я вот этого козла буду разбирать на запчасти у вас на глазах. Потому что этот козел вдруг решил, что он умеет троллить. Нет, нет. Троллить он не умеет, потому что нет ни ума, ни фантазии, ни учителей. У меня были прекрасные учителя. Я был жертвой троллинга и буллинга, все это я проходил. У меня плюс еще моя собственная фантазия. Я не случайно провожу опросы на канале. Загоню я эту скотину стоило или не загоню. Мне отрадно видеть, как по мере выхода моих роликов, ваше мнение меняется. То есть сначала, в первоначальном голосовании, в первоначальном голосовании 40% из принявших участие проголосовали, что железно я не загоню, что залупник соскочит, что я понтуюсь, что нет. У меня никаких методов. Но шоу происходит у вас на глазах. Я отчитываюсь, я рассказываю, что происходит, где я был, что я видел, с кем я контактировал, какие решения принимали компетентные органы в отношении этой скотины. И мне видно, что сначала было 40%, потом 30%. Вот так тают. То есть сторонников залупника, даже не сторонников залупника, верящих в залупника, что им удастся соскочить из этих цепких лап, становится все меньше и меньше и меньше. Я думаю, что залупник сам смотрит эту статистику и понимает. Конечно, он тупая скотина. Но должен понимать, что да, все меньше и меньше верящих в него. Это тоже часть троллинга. Это тоже часть троллинга. Кроме того, это замер общественного мнения. Мне необходимо понимать, как я с вами взаимодействую, достаточно ли я вам даю информации о залупнике, о наших с ним взаимоотношениях. И главным образом, не наших с ним взаимоотношениях, а об отношениях компетентных органов к залупнику. Потому что я же не своими руками буду с него шкуру снимать, мятый, чего добро привлекут за это самого. Но у нас есть специально обученные люди, которые называются силовики. Там все хорошо. Там на рельсах уже стоит система, его просто на фарш перекрутят. Мое дело было только, знаете, даже не его дело. Вот его бороденку туда и все, и дальше оно само раздрелось. А он еще помогал, он еще глубже и глубже залазил в эту мясорубку. Сам, самостоятельно, без моей помощи. Настолько он дебил оказался, самоуверенный, глупый. Он еще глубже залазил туда. Поэтому прокрутят его на фарш, нажарим из него шашлыков. Мы будем играть с его копытами. Копыта на пуговице, рога на муштуке, будем курить. Вот был такой залупник у нас. И какой-нибудь еще появится такой же удалец, будем предъявлять ему. Вот видишь, вот муштук. Вот сейчас это муштук, а когда-то эти рога носил залупник. Вот. Это тоже часть троллинга. Я устраиваю шоу, просто голимый шоу. Для меня это забава. Для меня это забава. Это отнюдь не юридические упражнения. Ну, ей-богу. Ну, клянусь вам, это не юридические упражнения. Юридические упражнения, это я лет 30 назад, лет 25 назад юридически упражнялся. 10 еще лет назад я в это играл. Сейчас мне это просто неинтересно. Поверьте, слово просто неинтересно. Спросите любого адвоката, любого юриста, любого следователя, прокурора, который отработал больше 15-20 лет, неинтересно ему заниматься. Все одно и то же, все одно и то же. Вот это вот залупники такие проходили длинной чередой. Вообще вся моя карьера, это история взаимодействия с такими залупниками. Не скажу, что ежедневно, но еженедельно точно. С таким вот залупником приходилось иметь дело и загонять его в стул. Мне, с чистой юридической точки зрения, это дело неинтересно ни с какого бога. Но мне интересно показать шоу. И для того, чтобы показывать шоу, я взял тему, в которой ориентируюсь очень хорошо, ориентируюсь очень свободно. Тему юриспруденции, тему правоведения, человека-закон, человека-закон. Вот у Алексея Пиманова есть человека-закон, а это будет еще у Андрея Семенова. Люди и залупы. Не знаю, как... Подскажите, пожалуйста, название для этой рубрики. Подскажите, вот, залупник и закон, человек и закон, человек и залупник, люди и звери. Подскажите, пожалуйста, название для нашего шоу. Продолжение следует...